всем добрый день мы находимся в село воде на запорожской области на в теплице где выращивается наш среднерослый или полудетерминатный томат royal pink розовый насыщенный цвет хорошая мясистая внутренней структурой мы хочу вам показать именно этот томат мы видим его в осеннем обороте очень крупный в принципе относительно плотный я бы не сказал бы что есть мягкий то здесь он висит две недели до ввиду того что он висит не собирается есть небольшие трещины но видите они сухие то есть плод не течет средний вес ну где-то порядка 300 грамм с хорошим блеском с хорошим оттеночком розового цвета и что немаловажно я хотел бы обратить ваше внимание на сам куст здесь технология ведется в один стебель на что стоит обратить внимание когда у нас идет точка роста видите пасыночек и он грубо говоря завершковался то есть нету точки роста мы должны всегда оставлять побег второго порядка или пасыно к замещению то есть он завершковался и здесь мы просто ведем его центральный стебель вместо того из той верхушки которая завершковался то есть это обязательное требование данному гибриду то есть мы смотрим 1 2 3 4 5 кистей он уже сформировал плюс здесь будет 6 здесь будет формироваться 7 что немаловажно для продленного получения урожая по весне этого года мы получили на данном гибриде 10 кистей то есть мы 5 кистей выбрали после небольшого перерыва еще 5 кистей мы добавили то есть средний вес плода еще раз повторюсь при формировании в один стебель 350 плюс есть второй способ формирования плода куста когда мы рекомендуем чтобы фирма получил 250 плюс это в два стебля с нижней кисти или там среднего яруса кисти мы ведем в два стебля то есть это основной стебель это вторичный боковой побег при формировании его в два стебля мы побег второго порядка переводим на другую шпалеру и делаем его центральным стеблем чтобы данный боковой побег пасыночек догнал точку роста и мы ведем два стебля при густоте данной здесь 33 на квадратный метр принципе это можно сделать но мы не рекомендуем потому что ввиду перепадов температур могут быть проблемы с серыми гнили такая из такое заболевание что мы советуем если все-таки получилось загустеть и вести два стебля то есть мы немножко прореживаем то есть оголяем осветляем плоды чтобы на них попадало солнце чтобы они имели соответствующий цвет и соответственно вкусовые качества при солнце мы получаем сахара что касается устойчивости к стрессовым факторам принципе данный гибрид даже растет на тяжелых грунтах что немаловажно также мы его советуем рекомендуем выращивать низких киприцах он годится то есть пять кистей сформировалась у вас на уровне 0 7 метра и вы получаете ранний урожай его особенность является что он наливает сразу три кисти то есть степ-бай-степ вы получаете снимаете три кисти к ряду пока другие гибриды одну кисть сняли вы уже снимаете три это немаловажно для получения ранней продукции но естественно зарабатывание ранних денег где соответственно востребован крупный помидор 300 грамм 320 350 плюс именно для потребления его свежем рынке относительно он транспортабельный он может до киева доехать с данного участка без проблем но и плюс сами овощеводы его выращивают потому что именно нравится что он дает хороший налив трех кистей внешний товарный вид у него хороший и плюс потребитель также оценил его размер массу и вкусовые качества сохранилась поэтому выбора выбор за вами основная наша задача это ваш успех якщо подобаются наши видео ставьте лайки и подписывайтесь на канал